Приветствую, друзья, всех на канале Бульдозер 221. Меня зовут Михаил, всем здравствуйте, друзья. Ну и добро пожаловать в Америку, штат Оклахома, друзья. Это большая карта, давайте сразу же я вам ее покажу. Смотрите, друзья, выглядит она вот таким вот образом. Несмотря на то, что карта действительно больших размеров, есть куча производств, есть куча фермерских хозяйств и тому подобное. Несмотря на то, что карта все-таки огромная, поля здесь довольно-таки небольшие и, в принципе, все неправильной формы. Думаю, что для реализма самое то, друзья. Ну и что нам известно об этой карте более подробно. Карта поддерживает сезоны, друзья. Добавлено около 66 полей от средних до больших. 8 пользовательских фермерских участков. На карте с загонами для коров, свиней, овец, ну и, соответственно, кур. Значит, смотрите дальше. В центре находится завод БГА, который включает в себя 2 большие подземные селосные ямы. Чуть позже мы это все дело посмотрим. 13 точек продаж, включая древесину, щепу, хлопок, молоко, яйца, зерно и корнеплоды. В центре карты есть дилерский центр Кейс, дилер животных, магазин кормов для семян и удобрений. В общем, можно приобрести и как семена, удобрения, корма и тому подобное. Все, что нужно для вашей фермы, для ваших животных. Добавлен урожай люцерны, который, друзья, повторно растет несколько раз за сезон. Можно упаковывать в тюки и скармливать коровам, друзья. Также бобовая солома и кукурузный стебель добавлены и могут быть упакованы в тюки, друзья, и проданы по хорошей цене. Далее, друзья, смотрите, добавлена точка продажи Мекины и еще какой-то культуры. Здесь нужно будет разбираться подробнее. Транспортные миссии также на карте присутствуют. Добавлен безводный аммиак. Значит, в качестве нового типа удобрения. Новое типа удобрения есть на карте, так как мы привыкли с вами к жидкому сухому навозу, дегистату и еще каким-то гербицидам. Да, вот именно сейчас на этой карте еще добавили новое удобрение. И также увеличены типы наполнителей для поддержки мода в сезонах, друзья. Ну и, в принципе, есть один небольшой, конечно же, нюанс, что не все здесь далеко не все русифицировано. Да, придется вот именно методом тыка это все дело разбирать. Но, тем не менее, карта действительно огромная в центре карты. Вот прям вот такое вот шоссе гигантское, да, хайвей, получается, по-американски расположено. Ну и давайте взглянем, ребята, на цены именно на поля. Получается, у нас карта сделана вот в таком вот с Google Maps снимком, да, получается классно. Ну, смотрите, 12-е поле, друзья. Стоимость 742 тысячи евро. Так, получается, ну вот 42-е поле, это у нас, получается, с участком земли вместе с прилегающей ферме. 811 тысяч евро, друзья. Ну и давайте вот 55-е, допустим, 492 тысячи евро. Друзья, ну, давайте, наверное, я не знаю, куда мы можем с вами слетать, чтобы посмотреть. Планец кооператив, давайте здесь посмотрим, что у нас здесь располагается. Вот здесь какой-то у нас кооператив. Опять же, повторюсь, друзья, что карта, к сожалению, не русифицирована. Может быть, в дальнейшем это все дело будет исправлено, но предприятие на ней присутствует. Присутствуют загоны для скота. И вот недавно вышеупомянутый гилерский центр Кейс. Вот он там находится. Но нужно отдать должное, нужно отдать должное, друзья, что карта действительно выглядит потрясающе. Видно, что здесь глобально над ней потрудились. Так, не могу сюда забежать, да. И очень-очень даже в американском стиле. Действительно, очень в американском стиле. Все мелочи учтены, все прорисовано. Ну и, соответственно, как вы поняли, все озвучено. Так, перекупщик животных. Давайте посетим, посмотрим, как это все дело у нас тут выглядит. Вот такой вот у нас, значит, перекупщик животных. Смотрите, друзья, здесь, наверное, проходят аукционы некие, да, за животных. Так, далее, далее, друзья, что мы можем с вами еще посмотреть. Вот я даже не знаю, куда нам еще с вами слетать. Ну, давайте, наверное, вот сюда посмотрим, что у нас здесь. Так, crop production service. Здесь тоже у нас какое-то производство, получается. Что-то мы здесь производим. Ну, к сожалению, по мешкам не можем определить. Соответственно, друзья, вот такое вот предприятие. Я думаю, что, в принципе, если поиграть в эту карту, не составит труда потом, чуть позже, в этом деле во всем разобраться. Тем не менее, друзья, карта действительно красивая. Пусть и в американском стиле. Знаю, что многие из вас любят, конечно же, наши, наши, славянские, да, вот именно наши карты. Но, тем не менее, друзья, иногда даже я отвлекаюсь от наших карт. Тем более, что они уже все пройдены, посмотрены, поиграны и так далее. Хочется посмотреть что-то новенькое, действительно. Ну, и вот у нас тут, смотрите, скопление техники, получается, ферма номер 5. Посетим. Соответственно, друзья, да, смотрите, наша ферма, это... Обалденно, обалденно. Как я и сказал, что почти что все здесь озвучено. Также, смотрите, система кондиционирования. Вот такой вот у нас, получается, загон для коров. Обалдеть. Здесь также, скорее всего, наверное, молочка. Может быть, еще что-то, да, получается. Давайте еще вот тут откроем. Классно, классно. Смотрите, это вот такая у нас, получается, мастерская. Стартовый пак техники, друзья. Давайте сразу же пройдемся по стартовому паку техники. И как мне уже это все известно, и как вы, наверное, сами догадываетесь, что на всех американских картах стартовый пак техники действительно внушительный. Получается, кейс. Кейс у нас вот такой. Значит, лизард. Уборочный комбайн кейс. И пикап. Ну, и, в принципе, все возможные сейлки, удобрялки, опрыскиватели и так далее. В принципе, можем это все дело продать. Взять кредит и взять технику, которая нам нужна. Вот здесь вот это все дело можно сразу же продать. Ну, и, в принципе, здесь также подключен, смотрите, генератор с двигателем. Что-то мы здесь, наверное, воду, да, получается, или еще что-то. В общем и целом, друзья, нужно разбираться более подробно по этой карте. Но, в принципе, куда можно еще отправиться. Вот у нас, получается, ферма номер 5. Это наша. Ферма номер 4. Мы можем посетить ферму номер 4. Выглядит она следующим образом. Соответственно, мы можем ее себе также приобрести. Либо же, играя по сети, можем конкурировать со своим другом. Или же с группой лиц. Допустим, объединиться 2 против 2. И уже конкурировать фермами. Пятое против четвертое. Это тоже интересно. В свое время мне предлагали так поиграть на карте Слапа Агра. Ферма номер 8. Друзья, давайте также посмотрим. Вот так выглядит восьмая ферма. Здесь, в принципе, побогаче, да, получается. Немножко побогаче. И здесь поинтересней. А, здесь у нас свинарник. Это, получается, свинарник. Да, совершенно верно. Это свинарник. Ну, ферма вот эта восьмая немножко, наверное, все-таки действительно побогаче как-то смотрится. Так, а это что у нас такое? В общем и целом, ребят, в общем и целом. Давайте немножко полетаем и посмотрим карту именно с высоты птичьего полета. Так, скорость также мы включим, чтобы не копаться на одной точке. Ну, соответственно, друзья, проселочная дорога выглядит вот таким образом. Соответственно, трафик на карте также присутствует. И скорость, друзья, трафика увеличена, чтобы не плестись за автомобилем 20 км в час. Так, провода имеют коллизию. Мы через них не проберемся. Сделаем чуть пониже. Ну, соответственно, светофоры. Да, трафик определенно увеличен, скорость. Здесь у нас получается, друзья, скорее всего, БГА. Скорее всего, установка БГА. Соответственно, летим вот в ту сторону по направлению. Вот там, наверное, какие-то огромные предприятия есть. Сейчас мы это все дело посмотрим. Некоторые поля, друзья, в принципе, можно перепахать в одно большое. Допустим, смотрите. Плюс ко всему, видите, да, поля все неровные. Здесь есть холмы, есть какие-то бугры и тому подобное. Тем, друзья, считаю, будет интересно в эту карту поиграть. Соответственно, вот эти вот три участка мы можем, наверное, соединить без проблем. Так, вот наш хайвей, получается, с двумя мостами. Ну, и вот здесь у нас какое-то есть, наверное, предприятие. Так, заправочная станция есть. Ну, и здесь тоже что-то мы... Скорее всего, овощебаза, я так понимаю. Да, здесь у нас картофель. И здесь у нас картофель. Так, далее. Вот здесь у нас тоже что-то присутствует. И немалое. Смотрите. Что это у нас за завод такой? Диджей. А открывается это у нас дело? Нет, не открывается. Какое-то большое предприятие. А вот здесь-то, вот здесь-то посмотрите, друзья. Целый завод огромный. Обалдеть. Ну, и, соответственно, дилерский центр Кейс. Целый завод, смотрите, построен. Обалдеть. Так, в общем и целом. Это, скорее всего, так и получается. Это, скорее всего, друзья, завод Кейс. Если табличка Кейс тут стоит. В общем и целом. Карта, на мой взгляд, довольно-таки интересная. Да, вот БГА получается. Вот БГА и два у нас вот таких вот накопительных бункера. Скорее всего. Да, не скорее всего, а 100%. Это и есть БГА. В общем и целом. Вот. Смотрите, друзья, лесопилка. Да, здесь триггеры. В принципе, разобраться, думаю, что не составит труда. Карта действительно больших размеров. Все по-американски. Все с размахом. Также есть тепличное хозяйство, скорее всего. Да, совершенно верно. Теплицы вот такие вот присутствуют. Здесь мы тоже что-то разгружаем. Где-то что-то забираем впоследствии. Ну и вот здесь еще один дилерский центр Кейс. Явно автор карты, фанат марки тракторов Кейс. Друзья, в принципе, разобраться, еще раз повторюсь, думаю, будет несложно. Достаточно будет поиграть в нее пару часов, что, где, как и почему. Любители данной карты, думаю, что есть все-таки. Частенько люди качают американские карты. Мне тоже иногда интересно заглянуть, посмотреть, что она из себя представляет. В общем, вот такая вот, друзья, карта. Кому будет интересно, оставлю ссылочку на данную карту под видео. Друзья, это исправленная версия. Это последняя версия, которая вышла буквально недавно. Там есть куча исправлений. Исправления все эти можно почитать на сайте, где будете скачивать карту. Друзья, не забывайте заглядывать в группу ВКонтакте. Берегите свое здоровье. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok